Всем привет! Сегодня направляемся в музей Двор Артуса. Он представляет собой здание в центре Гданска, сразу за фонтаном Нептуна, по адресу Длуги Тарк 44. Раньше это было место встречи купцов и центром общественной жизни. Сегодня же достопримечательность многочисленных посетителей, туристов и местных жителей, а также филиал Гданского исторического музея. Необычное по своей архитектуре строение было воздвигнуто рыцарями в далеком XIV веке. Оно получило свое название в честь великого короля Артуса. Особое внимание во дворе привлекает самая крупная в Европе печь, сделанная в XVI веке и отделанная расписной кафельной плиткой. Высота печи превышает 10 метров и состоит она из пяти ярусов, на отделку которой ушло 520 выполненных ручную плиток. Интерьер музея удивителен и богат. Здесь собраны сотни предметов искусства и ремесел за период несколько столетий, учитывая, что музей был построен в 1950 году. Ну что ж, давайте окунемся немного в историю. Двор Артуса это была резиденция нескольких братств. Братства собирали и Литугданска, представители богатой буржуазии. Ремесленникам и всем, кто занимался наемным трудом, вход был строго воспрещен. В вечера усадьбы разнообразие вносили музыканты, певцы, канатоходцы и жонглеры. Несмотря на запрет, гости часто проводили время за азартными играми, играли в кости и карты, а также большой популярностью пользовались различные ставки. Хотя ежедневно там подавались только напитки, дополненные небольшими закусками, время от времени устраивались чудесные застолья, продолжавшиеся даже несколько дней. Жалоб на расшатывание нравов в усадьбе становилось все больше. Однако в 17 веке здесь появилась книга торговца, предлагавшая книги, напечатанные в Гнанске, и стенды художников. В 16-17 веке усадьба процветала. Однако двор Артуса пережил пожар и восстанавливался в течение нескольких лет. Также Артусский двор пострадал в ходе действий Красной Армии в 1945 году. Большая часть была восстановлена в основном из элементов, эвакуированных из города до прихода фронта. В этом зале музея на стендах описана более подробная информация о событиях того времени и о том, как музей переносил реконструкцию, что в нем менялось. 28 марта 1945 года два танкиста забрались на крышу Артурского двора, сорвали нацистский флаг и повесили польский. В 1989 году здание начало работать филиал исторического музея города Гданска, а интерьер особняка стал доступен для посетителей. Также на улице уже при выходе из музея можно увидеть плиты, которые украшали главный фасад двора Артуса. На улице уже при выходе из музея можно увидеть остатки плит тех времен, которые украшали главный фасад двора Артуса. на стенде показано более подробно где и в каком порядке размещались эти плиты двор артуса является одним из моих любимых музеев в Гданске поэтому у меня было желание показать его тем кто не может сюда приехать если вам понравилось видео поставьте лайк и подпишитесь на канал пока